Друзья, всем привет! Это будет небольшое видео о том, как обстоят дела на автомобильном рынке, так как я сам занимаюсь перепродажей автомобилей и понимаю, о чем говорю, и могу сказать реальность. Потому что СМИ могут говорить одно, газеты могут печатать другое, но вот вам реальность. Напишите комментарий, если вы продаете автомобиль, как у вас вообще продажа сейчас? Или может быть вы хотите купить, отложили ли вы покупку автомобиля? Или же вы занимаетесь автомобилями? Что вы сейчас делаете? Покупаете машину или просто сидите на деньгах? Первое, самое жесткое, то что сейчас практически ничего не продается. То есть рынок замерз, люди не хотят покупать автомобили. Второе, купить автомобиль сейчас можно дешевле рыночной цены, это 100%. К нам обращаются люди сейчас по срочному выкупу. И многие из них готовы даже продавать автомобили дешевле, готовы. То есть вот сегодня я общался с одним человеком, который готов дешевле продать. Шкода Октавия, 2018 год, практически там новый автомобиль, все хорошо. Он готов дешевле рынка отдать его. Но я ему говорю, слушай, я не готов сегодня заморозить такую сумму в твоем автомобиле, потому что я не знаю, за что мне жить, грубо говоря, еще месяц или два. И эта машина не продастся. Поэтому я даже готов у тебя купить, но это будет очень-очень-очень дешево. Не потому что я такой корыстный, а потому что сейчас эти деньги, просто смысла нет замораживать в эти автомобили. Также я общаюсь в сообществе людей, которые занимаются таким же бизнесом, как и я. И все в один голос говорят, продать машину сейчас, ну вот просто, я не знаю, ну нереально. Ну как бы реально, но очень-очень сложно. То есть единичные случаи, когда у людей сейчас что-то продается. Купить машину можно. Но с сегодняшнего дня, сегодня, по-моему, 12 апреля, да, 12 число, с завтрашнего дня вводят справки. И как вы понимаете, справки перекупщикам никто не будет давать, чтобы люди покупали автомобили, ездили, да, и продавали. Потому что это не товары первой необходимости. Поэтому на рынке полная заморозка, рынок встал. Люди, кто занимаются в автобизнесе, сейчас сидят кто-то на деньгах, кто-то на машинах, по-разному все. И ждут разморозки, естественно, как и многие предприниматели, бизнесмены, перекупщики, неважно, как их ни называй. Они сидят и ждут сейчас, пока все это дело разморозится. И я в их числе, ваш покорный слуга. В общем, это были коротенькие новости по поводу того, что происходит на авторынке. Следите за следующими короткими новостями, я буду вас иногда держать в курсе. Но пока заморозочка, все встали на паузу и ждут.